Пригольная лишь бил 14 тысяч зафиксованных злочинствов. Больше в 2016 году по равнанию с паперейднями по линии криминального вышеку зарегистровано забойство, тяжких телесных пошкоджанев и махлярство. В первую очередь это связано с изменением подыхода у квалификации злочинствов. Отказанность за бездей не усмотняется. Не к прикладу, в выпадках, когда успешцы по неуважливости в шматлюдных местах забываются каштовные речи. Той, кто их знаходится, а не принимая никакие меры, как знайсти у ладара и присвоивая чужую майомость, не осе пока ранне по всей строгости закона. Раньше это квалифицировалось как отсутствие состава преступлений. Сейчас выработаны немножко другие критерии и подходы. И все это возбуждается. Есть состав уголовных дел. Смолодушничал, взял, никому не сообщил, не принял меры к тому, чтобы найти человека, который оставил это имущество. Поэтому, может быть, в какой-то части за счет таких деяний и мы прибавили в том числе и в общем количестве по преступлениям по линии уголовного роста. Как показчик повышения эффективности оперативно-службовой деянности правооховных органов раскрытие гучных резонансных справ минулых годов. И таких выпадков некальки. Пока ранее знайшло группу злочинцев за нападение и забойство водителев фур на территории Мазырского и Калинковицкого районов. Справа тягнулася аж с конца 90-х. Про стольких годов удалось опрытягнуть до отказу еще одного забвиновачиваемых. Дякуючи зладженной работе супрацовников криминальной милиции, следчика комитета и комитета судовых экспертиз, справедливость взяла верх. С 96-го года гражданин, житель Калинкович, находился у нас в розыске за убийство. Неоднократно задерживался на территории Испании. Несколько раз нам отказывали его экстрадиции. В прошлом году испанская сторона пошла на встречу, выдали. Он был доставлен сюда, на территорию Республики Беларусь. Уже осужден. Приговор вступил в законную силу. И вот так можно сказать, что скрываясь от органов правосудия 20 лет, он получил 15 лет лишения свободы. Колькость злочинств, сдействованных неполнолетними, у целом скоротилась. А лишь настороживая то, что в суд шастей подлетки выбирают продаж наркотичных сродков, як шлях зарабить неблагие гроши. Коли оперативники выходят на след малолетних дяльцов. Такие истории заканчиваются не надто весело. У нас по итогам 2016 года было на 10 тысяч населения по всем линиям зарегистрировано 101 преступление. Это не голые цифры. Это человеческие жизни стоят за этим. Это дальше стоят жизнь и судьба тех людей, кто совершил эти преступления. Жизнь и судьба детей, которые остались после совершенных этих преступлений. Мы это прекрасно осознаем. Но если взять статистику 2000 года, то на территории Гомельской области количество убийств было ровно в три раза выше, чем то, что мы имеем по итогам работы 2016 года. Фактически аналогичная ситуация и с причинением тяжких телесных повреждений. Як свечит мониторинг громадской думки, ступень доверия уже горо Гомельской области до работы милиции узрастая. Усё меньше быяковых до чужого гора людей. Дякую, что у тымлику и гэтае количество и шмат, якие злочинства удается раскрывать по горячих следах. Многие своечасово попередживать. Наталья Игнатенко, Максим Савин, Максим Славин. Телерадоя компания Гомель.